Как тебе настроение? Настроение отличное, но ты мне объяснишь, зачем ты меня сюда привел? Привел я тебя, чтобы познакомить с Алексеем Баляковым. Кстати, вот и он. Это профессиональный фотограф. Алексей, привет! Привет! Познакомься, это Аня. Очень приятно. Алексей умеет делать классные фотки. Сегодня он расскажет, как в любую погоду можно снимать женщин, для того, чтобы были красивые, эффектные фотографии. Надеюсь оправдать ваши ожидания. А тебя, Аня, я попрошу быть моделью. Согласна? Согласна, я люблю. Ох, у нас весна нынче. Сколько выдувать. Вот мы и пришли к первой локации. Что я хочу рассказать. У большинства людей есть только камера мобильного телефона. Мы будем учиться снимать на мобильный телефон. Мы видим вокруг себя елочки. Очень красивый фон. Мы имеем елочка и сзади елочка. Передний план и задний план. Михаил, ты у меня выполняешь роль веточки. Продолжение. Можно статистам. Анют, твоя задача. Снимаем перчаточки. У нас в ходе прохладно немножко, ветер холодный. Но мы заражаем, как в фильме советском. Съемка пляжа в январе. Отлично. Чуть-чуть лицо поворачиваем на меня. Чуть-чуть. А теперь, Михаил, попробуй сам. Я хочу на качелях. Отлично. Это игра, я хотел тебе это предложить. Итак, Анютка, опять хорошее настроение. Михаил, иди ко мне. Смотри, опять выбираем многоплановость. Передний план. Цепочка. Цепочка. Отличная цепочка. И поехали. Лучший портрет, когда человек, такое ощущение, что он не видит то того, что его снимают. То есть он смотрит не на тебя, смотрит по сторонам, смотрит над тобой, смотрит вдаль, показывает. И получается очень-очень живые. Анютка, брось глядь сюда. Да, да, да. Вот, смотри. И опять пробуй сам. Давай. Алексей уже успел убежать. И что ты нам хотел показать, Алексей? А я готовлю новую локацию для Анютки. Ну, здорово. Фотография на фоне туй. Ну, почти, почти. Анютка, давай, заходи в кадр. Твоя задача опереться на перила и выглядывать аккуратненько вот туда смотреть. Я буду там. Давай. Хорошо. Такой ровный я туй. Да, да. Это Михаил называет с точки зрения живописи фотографии ритмичный кадр. То есть когда много повторяющихся объектов, Анютка, смотришь. Вот, очень хорошо. Великолепно. Великолепно. Отличная моделька. Не замерла? Нет. Алексей, дай совет. В какую погоду все-таки лучше снимать? Солнечную или вот в такую вот, пасмурную? Я свадебный фотограф, и молодожены часто интересуются, они хотят, чтобы была солнечная погода. Но удивительно то, что для фото это, наоборот, ужасно. То есть это пищевые глаза, вот эти постоянные слезы на глазах, да, жесткие тени, я называю эти тени пандой. То есть падает свет и делают такие кунг-фу панды. Так вот, возвращаемся к истории живописи. Есть такое понятие пленэр, съемка на пленэре или живопись на пленэре. Это Леонардо да Винчи. Когда-то придумал в Италии очень много солнца, почти не бывает пасмурной погоды, и он эту пасмурную погоду делал. Он натягивал простыни над местом, где писались портреты, создавался именно эффект пасмурной погоды, и за счет этого получались ровные линии на лицах. Мало того, минимум морщин, а девушки, девушки не любят морщины. Ветер и плохая погода, Миш, нам на руку. Чем хуже для человека, тем более необычные получаются снимки. Часто, да, 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 в дождь можно сделать потрясающую фотографию. Анютка, тяни ко мне ручку. Вот так, с помощью одной веточки матушки-природы и благодаря фотографу Алексею можно сделать такие прекрасные фотографии. Алексей, спасибо тебе большое за мастер-класс. Спасибо большое, мне очень понравилось, правда, замечательная фотосессия. Жди лайки в Инстаграме. По-моему, обязательно. Я думаю, их будет много.